Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я Азимов Ахрал Исаакович, отец Азимова Аброра Ахраловича и Азимова Ахрама Ахраловича, которых обвиняют в питерском теракте. Но они не виноваты, их украли и в постановку сделали вот эти снимки. И пытали Азимова Аброра Ахраловича, украли 4 апреля и 14 дней пытали в какой-то секретной тюрьме сотрудники ФСБ. И потом привезли, сняли видеоснимки, как будто его ловят с пистолетом. Как это, я не понимаю, как он без ремня, вот этот пистолет ему сзади засунули, это же просто смешно там. Азимова Ахрама Ахраловича украли с Киргизии, привезли прямо с больницы, где он лежал в реанимационном отделении. И 4 дня тоже пытали токами, и через 3-4 дня тоже сделали с ним видеорепортаж, как будто его ловят на остановке с гранатой. Они ни в чем не виноваты. Владимир Владимирович, я обращаюсь к вам, вы же тоже отец, поймите меня. У нас никаких плохих намерений сюда, когда приехали, не было. Мы только хотели деньги заработать, и дочку замуж выдать, и дом построить. А моих сыновей оклеветали. И сейчас я не могу никуда достучаться, у меня безвыходное положение. Везде нам отказывают, даже нашим адвокатам тоже. Никто не смотрит наше дело. И наоборот, сейчас нашего адвоката, моего сына, Динзе Ольги, сейчас тоже таскают. Они просто не знают, чего они хотят. Зачем они с нами так поступают, не знаю. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста, умоляю вас. Владимир Владимирович. Я вот, когда разговариваю с внуками, я не могу даже, что им ответить. Они говорят, где наши отцы, я им не знаю, что говорить. Сейчас дома столько вот людей у меня, жена, дети, внуки. Чем их кормить, не знаю даже. Я сам один остался. Мне ни на что денег не хватает. Мне так трудно. Их не кормильцы сейчас сидят там. Даже мне свидания не дают с ними. Уже почти год. Я их только на судах вижу. А суды все скрыты там. Все, что происходит на суде, даже видеорепортаж не делают. Даже аудиозаписи тоже не делают. Не разрешают делать. Если все это честно, почему они на видео не показывают. Мои сыновья там говорят невиновны, а по телевизору говорят, что они признаются в своих винах. Они ни в чем не виноваты. Владимир Владимирович, помогите нам, пожалуйста. У меня инфаркт был. Мне жить уже недолго осталось. Зачем моих детей? Они даже в детстве игрушечными пистолетами не увлекались. Они не играли даже игрушечными пистолетами. А их обвиняют в таких делах. И то, что они не делали. Их заставляли, под пыткой заставляли подписывать все бумаги. И угрожают, что их близких убьют, детей, жену изнасилуют. Вот с такими образом они заставляют их подписывать. Отказываются от всех вот этих показаний, где они сказали, что мы не виновны. Они отказались из-за пыток. За то, что их заставили, что давление делают психологические. Владимир Владимирович, помогите, пожалуйста. Умоляю вас, если хотите, на колено встану. Пускай моих детей освободят. Они ни в чем не виноваты. Пожалуйста, Владимир Владимирович, помогите мне. Вы же тоже отец. Мне недолго жить осталось. Я увижу их или нет, потом не знаю. Владимир Владимирович, сделайте что-нибудь. Пускай они не клеветят на моих сыновей. Они не виноваты. Владимир Владимирович, Умоляю вас. Пожалуйста. Пожалуйста. Владимир Владимирович, помогите. Вот я на колени встал. Пожалуйста, помогите. Владимир Владимирович, мы как граждане России мы всегда готовы за Россию заступиться. Пожалуйста, не лишайте свободы моих детей. Пожалуйста. Мы все время за Россию, потому что мы приняли гражданство Российской Федерации. Но сейчас они отменяют даже вот эти наши гражданства. Незаконно все это. Пожалуйста, помогите. Пожалуйста. Владимир Владимирович, помогите. Вот я на колени встал. Пожалуйста, помогите. Владимир Владимирович, помогите. Вот я на колени встал. Пожалуйста, помогите.